Ну, как получать желаемое и мечтать по-крупному? Почему? Ну, потому что... Ой, в который раз, знаете, сталкиваюсь с тем, что вроде бы тема очень попсовая, и миллион всего там как бы сказано, и кто-то говорит о том, что вы просто мечтаете, и вы просто желаете, и всё будет. Но это всё, в общем, брехня. Вот. Начнём с хорошего, да? На самом деле, это, ну, не то чтобы фигня, это, конечно, лучше, чем ничего не желать, но по факту, ну, задумайтесь сами, вы же много все чего-то желали, но далеко не все ваши желания осуществились, правда? Были удачные стечения обстоятельств, были какие-то ситуации, когда действительно вы чего-то сильно хотели, у вас это получалось, но если вот так по чесноку разобрать, то весь список желаний, которые вы пишете на Новый год или когда-нибудь ещё, у вас никогда не сбывался. Вот. Момент того, что нужно пахать, да, сразу же, ну, тоже такое, знаете ли, а пахать как? Ну, вот, например, я сижу у себя дома и хочу, например, ну, там, я обычный человек, да, обычный человек, у меня есть какая-то зарплата или какой-то небольшой бизнес, я там зарабатываю тысячу долларов, и я хочу, например, себе дом за, там, 2 миллиона долларов, плюс я хочу поехать отдыхать, а каждая путёвка там нормальная, хотя бы там в десятку баксов обходится средненькая, не самая хорошая, если вы с семьёй едете отдыхать, плюс я хочу одевать какие-то шмотки, хотя бы несколько тысяч долларов в месяц тратить на одежду или хотя бы одну тысячу, плюс я хочу кушать и так далее. Как нормальному человеку пахать? Ну, что, ему надо упахаться, убиться? Ну, вот, вот, когда мозг, вы мозгу начинаете задавать такой вопрос, он вам говорит, а ты что, собралась куда? Куда? Где ты собралась деньги зарабатывать? Ну, или собрался где ты? Ты кого-то, мужчине сразу говорят, мне что-то ограбить, убить, ну, женщина, понятно, там, в проституцию её отправляет, но уже, как бы, все понимают, что рынок занят уже женщинами, молодая конкуренция и так далее, и так далее, то есть, как бы, особо сильно в рынок не войдёшь, да? Ну, шутки шутками. То есть, понимаете, история такая, что пропахать, оно, как бы, не совсем ясно, то есть, ты, когда начинаешь думать о том, что тебе нужно много работать, ты попадаешь куда? Да даже неважно, вот, не цепляйтесь к словам, даже если говорить о том, что вы хотите заработать всего лишь 10 тысяч долларов в месяц, обычному человеку это непонятно, как сделать. Он понимает, что даже если он будет очень хорошо работать, ему удвоят зарплату, всё равно будет это не так уж сильно. Вопрос в чём? Вопрос в том, что, когда вы начинаете думать о таком росте, о том, где это взять, чаще всего вы сталкиваетесь, ну, там, вы кого-то наслушались, вам говорят, а ты напиши цели, ты напиши мечты. Человек пишет, и потом он с чем сталкивается? Он сталкивается с жестоким разочарованием. С жестоким разочарованием, потому что он написал, он, может быть, начинает пахать месяц, два, три, но он никуда не двигается. И у него начинается чувство тяжести у нас, начинается чувство тяжести, начинается чувство, ну, мы понимаем, что нас как бы обманули, да, мы не верим, мы перестаём в себя верить, мы раздражены, мы понимаем, что что-то здесь не так, и мы всё время испытываем негатив и стресс, потому что даже если вы очень много начинаете работать, вы испытываете стресс, жутчайший, вы приходите домой, вы недовольны, вы всем недовольны, вы разочарованы, потому что вы думаете, а зачем я так много пашу, зачем я так много пытаюсь, если результата нет, зачем это? И ваши мысли, они на этом уровне находятся, и это нормально, вот, потому что никто не говорит, что делать. Вы там пошли опять на какой-то бизнес-тренинг, вам говорят, вот ты этот бизнес-тренинг пройди, вот у тебя точно продажи вырастут, ты проходишь бизнес-тренинг, ты что-то у тебя опять в голове не складывается, продажи опять не вырастают, если вырастают, то не сильно. В голове модель не может сложиться. Ты вроде бы слушаешь успешных дядек, которые когда-то что-то куда-то инвестировали, купили завод, ты не можешь вообще въехать, как они купили этот завод, что сейчас делать? Классно выступает Женя Черняк со сцены, говорит, ребята, вы верите, вы должны, вы цепляетесь, в кризис время возможностей, очень здорово, классно, куда цепляться, за что? Заводы, огороды закрыты, думаете вы, вот у меня была маленькая кофейня, я продал почку, чтобы ее открыть, и сейчас ее нету. И теперь соображайте, что каждый раз, когда вы так думаете, вы, естественно, находитесь в состоянии достаточно угнетенном, но, как говорится, в реальном. Вы типа реалист, вам еще вокруг мама говорит, что надо быть реалистом. Вы реалист, но вы не знаете самых главных вещей, о которых я буду сегодня говорить. Вот знаете, у меня самой главной затыкой всегда была такая штука, что я рационально, когда начинала мыслить, я вообще не понимала, как можно вообще в жизни совершить какой-то скачок. Вот рационально. Вот рационально, когда ты ездишь на троллейбусе, и ты работаешь, у тебя даже есть зарплата в 800 или в 1000 долларов, непонятно, как рационально поддерживать свой образ жизни, снимать квартиру, покупать продукты, еду, иногда ухаживать за девушкой и купить, например, себе машину, даже подержанную, не говоря уже о новом Поршике. И как ты его на картинке не вешай, не визуализируй, как он перед тобой не висит, ты каждый день чувствуешь реальность. Реальность, что тебе надо за все платить, реальность, что тебе нужно откуда-то это брать, и тебя это очень сильно тяготит. Ты пытаешься думать, куда тебе ввязаться, какую авантюру, в какой партнерский проект, с кем-то завязаться, с чего-то куда-то. Вот ты рыпаешься, рыпаешься, рыпаешься в этом, и у единиц получается куда-то прорваться. И то на это есть причина, и мы о ней поговорим. У большинства не получается. Ты как будто бы бьешься головой об стенку, у тебя в итоге весь лоб в шишках, и ты понимаешь, что у тебя опять-таки нае. Тебя нае, и это все фигня, это все не работает. Кто-то начинает говорить о позитивном мышлении, ты готов вообще его треснуть. А когда ты включаешь телек, или когда ты слушаешь своих друзей, знакомых, родителей, они говорят, ну послушай, ну посмотри, что происходит в стране, в мире. А в стране и в мире, я вам открою секрет, все время, что происходит. Вот. И в основном почему-то все плохое. То самолеты падают, то поезда, то что-то закрывается, то кто-то болеет, то, короче, война, то, ну в общем, какая-то вечная. И по телеку все время происходит все плохо. Вам никто не рассказывает о том, что происходит хорошо. И вы, получается, что вы возвращаетесь в реальную жизнь и думаете, да, я, конечно, повешу себя на карту желаний в своей голове, возможно, когда-то, какую-то машину, но я реалист, мне сегодня надо жрать, мне сегодня надо заработать мои 100-200 гривен, там, что-то такое. И вы находитесь на этой истории. И получается такой небольшой вопрос. Ну, как бы, это реалия. Вы в эту реалию не просто верите, это такая парадигма, вы в ней находитесь, вы не понимаете, как из нее вырваться. Но есть какие-то другие люди, у которых какая-то другая парадигма. И совершенно непонятно, что с этим, почему они другие. Мало того, многим мы объясняем, что эти люди, они там, знаете, родились богатыми, у них были родители богатые. Мы даже не пытаемся понять, как с ними это произошло. Но они просто, они как будто бы инопланетяне. Мы их воспринимаем так, как будто бы это какие-то инопланетные герои, мы даже не можем разобраться. Но иногда случаются такие парадоксальности, когда обычная девочка, там, какая-то Оля, и таких девочек и мальчиков много, вдруг каким-то образом переходят на другой уровень. И ты типа пытаешься разобраться. У меня же все как, например, если говорить обо мне, а я давайте буду просто портретом. Я не то, что, а я единственная, много таких людей, ну, относительно много, но достаточное количество, которые, ну, как бы люди начинают пытаться объяснить этот феномен. Типа она вышла замуж за богатого, там, там, еще, там, чего-то, там, у нее на самом деле там родители, на самом деле у нее что-то было. Все пытаются всегда объяснить. То есть мы тратим, ну, нам проще объяснить чей-то успех тем, что мы находим для своего мозга объяснения, нежели чем разобраться в ситуации. Мы сегодня будем с вами разбираться. И заметьте, каждый раз, когда только что-то проясняется, появляется на горизонте какой-то интересный человек, какая-то уникальная ситуация, ну, такой, знаете, в бизнес, например, у кого-то раз, вот у вашего коллеги, раз и выстрелил. Вместо того, чтобы мозг ваш сказал, слушай, а давай разберемся, а что там интересно произошло, а почему человек так, а что это вообще за человек? Мозг говорит, там все куплено, схвачено. Мозг находит 300 тысяч вариантов того, чтобы вы, чтобы объяснить вам, почему этот человек на самом деле говно, почему у него на самом деле что-то там получилось, но это не по-настоящему, и почему вы лучший человек. То есть наш мозг, он всегда так устроен, он пытается найти, и тебе говорит, успокойся, ты лучше, все, иди, иди, иди. Ты вот смотришь, кто-то красивенький ходит, а ты ему такой это, думаешь, какой пресс красивый, какой все, а мозг тебе такой, на тебе шоколадку, ты симпатный, ты классный, у тебя на самом деле все хорошо, подойди в тени живот, в тени живот. Смотри, сейчас фотошоп раз, смотри, талию завузили, все, сиськи подрастили, ты классный, все, иди. И ты уже счастливый, с шоколадкой уходишь, потому что ты реально классный. И мы все время живем в таком вот мире, и вообще не пытаемся в этом разобраться. Максимум, до чего мы доросли? Мы доросли до позитивного мышления. Мы ничего не понимаем, что такое позитивное мышление, но мы догадываемся, что это типа, когда ты мыслишь позитивно, да, логично. И мы считаем, что если мы в каких-то моментах мыслим позитивно, то это как-то может серьезно сказаться на нашей жизни. Мы себя тоже так утешаем. Мозг говорит, смотри, мы же сейчас с тобой мыслим позитивно, мы с тобой верим, у нас с тобой все будет. Вот, прости, мама, я знаю, что ты смотришь этот эфир. Вот, мама просила не ругаться матом. Ладно. Вот, и мозг говорит так, да, что типа, все, окей-докей, все будет хорошо, успокойся, но вопрос в том, что хорошо ничего не становится. Ну, проходит время, вы можете посмотреть, вернуться, пройтись по своей квартире, по своему гардеробу, по тем целям, о котором вы мечтали, ничего хорошо не становится. Все, в принципе, остается так, как есть. И опять такой парадокс, ё-моё, почему, почему, кто же эти люди? Что происходит с вот этими девочками и мальчиками, которые, короче, каким-то образом выстреливают, каким-то образом прорываются? Ну, понятно, мозг объяснил, что происходит, это естественно. Но, например, почему этот дядька тогда с деньгами, он женится на этой девочке, а не на другой, а не на мне, например? Почему тогда не находится на меня такого дядьки или тетки? Ну, вопрос же, да, если с кем-то что-то происходит, а что со мной-то до этого не происходит? Ну, тоже такой интересный момент. И вот, что я вам хочу по этому поводу сказать. Уже лет 15 назад, если тут среди вас есть долгожители, вы можете вспомнить о том, что понятие такого, как тренировки в фитнес-клубе регулярные, какие-то там йоги, вообще вся эта хрень тренировочная, вообще такого особо не было. Это было, только появлялось, абонементы в клубы стоили тысячи долларов, это было для страшно богатых, и в лучшем случае у нас по телеку шла зарядка. Ну, то есть тренировать свое тело было как бы ну не очень, ну, знали, что надо делать зарядку, да, там приседания, помните, там в школе, там ручки, там мы писали, мы читали. Но, вот смотрите, прошло какое-то количество лет, и на сегодняшний день занятия спортом стали частью нашей жизни. Ну, согласны? Уже дешевые абонементы, уже там куча всяких занятий, уже в принципе, если вы себя считаете плюс-минус современным человеком, то вы точно ходите в спортзал, или хотите ходить, или вы страдаете от того, что вы не ходите, у вас есть некое чувство вины, когда вы пропускаете тренировки, ну, потому что это уже часть как бы современного человека. Смотрите, когда мы, например, видим на улице толстого человека, мы все знаем, почему он толстый? Ну, наверное, да. А когда мы видим, например, человека с красивым телом, мы же, в принципе, не задаемся вопросом, откуда у него такой пресс? Ну, мы все понимаем, откуда у него такой пресс, правда? Или откуда у него такие руки? Это для нас известный факт, что есть упражнения для нашего тела, которые нас могут к этому привести. Но, что мы знаем о нашем мозге? Что мы знаем, насколько мы вообще знакомы с таким понятием, как наш мозг? Мы уже слышали о том, что мысли материальны, а что они материальны, как это устроено? Почему в школе вот тем таких у нас нет? Ну, согласны, мы знаем с вами даты, когда родились полководцы, нас заставляют учить, считают это очень важной информацией, там куча всякой ненужной хрени, простите, пожалуйста. Но, например, о том, как устроен наш мозг, как создано наше мышление, каким образом мы притягиваем в свою жизнь какие-то ситуации, какие вибрации вообще человек излучает, нам об этом никто не говорит особо. Ну, то есть это не информация широкого профиля. По телевизору не показывают об этом. Вот, например, про коронавирус и про всю хрень эту показывают круглосуточно. А вот, например, про эти вещи никто не говорит. Даже зарядка уже есть, заметьте, уже регулярно ее показывают. Но никто нам не говорит, Боже, у меня почти упал диван, но никто не говорит нам о силе нашего мозга. Никто не говорит нам о том, что мы рождены и наш мозг не просто так у нас тут находится, что это есть наша ключевая сила. Что в зависимости от того, насколько мы сможем использовать свой мозг так, как свое тело, наши жизни будут так же отличаться, как и наши тела. Нам никто не говорит о том, что существуют ментальные тренировки и то, что наш мозг по сути растет в нашей голове как абсолютный беспризорник. Вот знаете, я его сравниваю как ребенок. Вот сейчас, если у кого-то есть дети, это очень понятно, особенно на карантине. То есть, я, например, своим детям, когда я поняла, что я оказалась с ними на карантине, я поняла, что я буду работать. Мне нужно организовать им досуг, иначе, если я им не организую сейчас график, то это будет просто трешняк. Во-первых, они будут брать информацию отовсюду, они будут смотреть все подряд в интернете, они будут их хренью какой-то страдать, они будут, ну, в общем, мы будем бездарно прожигать время. Поэтому я тут же обнаружила, где у нас слабые стороны, что я давно хотела. Английский супер, значит, мы записались на английский, у них есть занятия английскими. Тренировки, отлично, у Евы сейчас каждый день тренировки танцевальные, не три раза в неделю, а шесть раз в неделю. И так далее. Я заняла своих детей, иначе, если бы я не дала им чем заняться, они бы занялись чем-то своим. И, скорее всего, это было бы, ну, вот так, как это обычно бывает. Соответственно, наш мозг, если мы не вставляем в него правильные мысли, если мы не ставим ему установки, он у нас растет так, как растется, его воспитывает двор, его воспитывает телевизор. То, что он слышит от телевизора, от своего окружения, безусловно, это тоже определяет, кем вы являетесь. Вы же это слышали много раз. Если ваши родители, ваши знакомые, они все время обсуждают проблемы, они все время обсуждают коронавирус, что там, кто там вышли, огородники вышли, супер, плохо, что тут, тут это не вышло, тут ногти обломались, отлично, я в эфире увидела, значит, там, как Настя Ивлеева там брила бровь, я видела это, вот, видите, мой мозг, вот, как брил бровь там, Дантес, о, прикольно, мы начинаем этим жить. Я, когда себя ловлю на этих вещах, а я сейчас реально практикую все эти вещи, если я говорю, Ермилова, ты вообще в своем уме, ты вообще в своем уме, ты чем собираешься наполнять свою жизнь этим? То есть, это не говорит о том, что такой информации не должно быть вовсе, но это говорит о том, что она точно не должна преобладать. Теперь смотрите, следующий момент, наш мозг, он все время думает мысли, ну, то есть, он постоянно думает мысли, вы все же это понимаете, он думает о днем и ночью, ночью это сны, днем это мысли. А теперь, как вы думаете, как часто вы вкладываете в свой мозг свои мысли, например, связанные с вашими мечтами? Как часто вы вообще об этом думаете? Вообще не думаете? Не думаете, потому что вы живете, у вас же опять есть куча всего в жизни, вам кажется это важно, сейчас постирать, погладить, ответить на звонок, там, полистать ленту и так далее. Вы своему мозгу вообще не даете никаких установок, совершенно. И, соответственно, ваш мозг все время работает. Если вы думающий человек, вы иногда останавливаетесь, но там уже продвинутые, и хотя бы чуть-чуть вкладываете в свой мозг мысли. Вот я, например, сейчас работаю, у меня это занимает порядка 50 минут в день на все, про все упражнения, 50 минут в день. А теперь представьте себе, что даже 50 минут по сравнению с мыслями в течение 24 часов это маленькая капля. Но даже такое количество упражнений способно в корне поменять и воспитать мое мышление и мой мозг. Так вот, теперь смотрите, что дальше интересно. Воротим дальше. Я рада, что вам, кстати, Теперь смотрите, что происходит дальше. Значит, существует такая, как бы это уже доказанная штука, я, кстати, даже у меня есть, чтобы мне этот не обмануть, я очень много сейчас пишу, всего, как я найду, я вам даже прочитаю. Смотрите, да, история заключается в том, что каждый человек, я вам уже об этом говорила, буду говорить, смотрите, у каждого человека, у каждого вообще живого существа мы, у нас есть некие вибрации, некое энергетическое поле, какие-то вибрации, которые мы создаем. Ну, представьте себе, что вы находитесь в состоянии угнетенного, да, вы поссорились, вы только что поругались там с кем-то, там вообще вы, вы находитесь в состоянии каких-то определенных вибраций, вы их даже ощущаете, да, на таком внешнем уровне, вас колбасит даже бывает, или наоборот, состояние радости. Человек с помощью вибраций, что формирует вибрации? Вибрации формируют мысли, то есть вы о чем-то подумали, что-то произошло, да, как у нас происходит, произошла ситуация, вы расстроились, вы весь раздраженный, у вас пошли вибрации. В чем прикол вибраций? Вибрации притягивают в нашу жизнь ситуации и обстоятельства. То есть, например, когда вы, вот вы идете, произошла какая-то ситуация, вы поругались, вы вылетаете из дома, бахаете дверью, стекло разбивается. Вы, блин, вылетаете дальше, не видите чувака, сбиваете его, или врезаетесь в дверь стеклянную, вы не заметили ее. Вот, потом вы садитесь в машину, заводите ключ, вы не заметили, как вы припарковались, и вы дальше бахаетесь. Все, пошла, вот это пошла реакция. Это ваши вибрации, которые притягивают определенный ряд ситуаций. А начинается все с ваших мыслей. Если бы вы, например, себя в этот момент погасили, поржали, есть техники, как гасить негатив, вы бы поржали с этого, расслабились, отпустили, заменили все, ваша вибрация бы перешла на другой уровень, и всех бы этих ситуаций с вами не случилось. Теперь есть следующая ситуация. Есть ситуация того, когда вы настроены классно, когда у вас есть какая-то четкая цель, задача, мысль, которая вас греет. В тот момент, когда вы сосредотачиваетесь на этой мысли, вы способны, вы, точнее, не способны, вы, у вас происходят вибрации, но другие, как вы понимаете. И когда мы находимся, наш мозг находится в состоянии классных вибраций, сильных вибраций, те, которые нам нравятся, они и являются для нас позитивными. Благодаря тому, какие вибрации мы с вами начинаем, опять-таки, отдавать, мы этого же уровня начинаем притягивать ситуацию в свою жизнь. А теперь знаете, какая самая крутая во всем этом вещь? В том, что это не ситуативно. Мы сами можем в любой момент в свой мозг вставлять те мысли, которые нам нужны и вибрировать на том уровне, на котором нам нужно и на которую будет притягивать к нам те самые ситуации. Объясняю на русском языке. Что происходит, почему так люди часто говорят об осознанности? Смотрите, что такое неосознанный человек? Неосознанный человек это человек, который вообще не врубается, что с ним происходит. То есть он считает, например, что вот у него все плохо, потому что просто все в мире плохо, все в стране плохо, все вообще от него ничего не зависит, у него просто все плохо. Все. Осознанный человек понимает, что, наверное, он каким-то образом, его действия влияют на то, что он получает. То есть каким-то образом он связан. Он об этом начинает... Это я наушниками поигралась. Вот, AirPods. Значит, осознанный человек начинает догонять это. И, соответственно, он начинает на что-то реагировать. Ну вот вы сейчас тут однозначно осознанные люди, потому что вы сидите и вам интересно. Типа вы, может, не до конца догоняете сейчас, о чем идет речь, но, по крайней мере, почему-то вы это слушаете. Вы не думаете, что Ермилова сошла с ума и напилась там, и какую-то чушь несет. Нет. Вам это интересно. Так вот, смотрите, какой прикол. прикол заключается в том, что мы с вами можем этим управлять. Это то, о чем нам никто не сказал. Точно так же, что вы знаете, как сделать кубики пресса, другой вопрос, сделаете вы или нет. Я вам объясняю, что мы можем управлять тем, что мы имеем в жизни. Смотрите, ту формулу, о которой я вам рассказала, что она означает? А она означает следующее, что когда вы не понимаете, что вам делать на физическом уровне, вы хотите дорогую машину, но вы не знаете, как на нее заработать. Вы не знаете, как на нее заработать. Не понимаете, вы зарабатываете там 500 долларов, 200, 300, вы не понимаете, как на нее заработать. Но, когда вы, точно так же, не понимая, как на нее заработать, начинаете делать упражнения для своего мозга, меняя свои физические вибрации, в вашу жизнь начинают притягиваться ситуации и обстоятельства, которые помогают вам осуществить те мысли, которые в вашей голове, с которыми вы работаете. И это не момент позитивного мышления, это момент как физических упражнений, только ментальных. Это момент упражнений для вашего мозга. И вы знаете, когда я начала врубаться, как в моей жизни произошли перемены, а у меня много перевертышей, я делала какие-то вещи на интуитивном уровне, для меня это стало вообще осознанием и открытием величайшим, потому что когда ты понимаешь это, ты понимаешь, что ты в состоянии подчинить всю свою жизнь. Ты просто своего малыша мозга, который у тебя бегал и типа сегодня, мама, я хочу это, я хочу это, и делал хаос, ты ему просто говоришь, так, малыш, а ну иди сюда, садись, ты больше не будешь мне рассказывать, что у нас и как будет, мы с тобой будем учиться, у нас с тобой есть расписание школьное, и мы с тобой будем сейчас учиться, как это делать, потому что этому нужно учиться, и есть второй момент, это нужно практиковать регулярно. От того, что вы это послушаете, ничего в вашей жизни не изменится, нужны упражнения, которые нужно практиковать. Безусловно, пишите Джон Кеха, Тони Робинс, куча людей классных, они говорят об этом с разных сторон, абсолютно. Вопрос в том, делаете ли вы это, вопрос в том, через кого до вас доходит информация, вопрос в том, насколько вы упражняетесь. У нас существует такая у всех, знаете, интересная вещь. Мы говорим, я это слышал, это сказал этот, это этот написал, я где-то об этом читал. Удивительным инсайтом стало для меня, что я тоже обо всём об этом слышала, читала, писала и даже что-то рассказывала. Но когда ты начинаешь заниматься практиками, это совершенно другая вещь. И проблема наша самая большая в том, что мы не в состоянии заставить себя на регулярной основе заниматься практиками, даже понимая, что это может в корне изменить нашу жизнь. Вы все знаете, как добиться идеального пресса, но у большинства даже не идеального нет. У большинства всё равно ожирение и валики, у молодых красивых. Но ничего мы с этим не можем поделать. Вот как бы в этом и прикол. В чём существуют ещё такая, как бы, ключевые штуки? Первое, это то вообще, с чего всё начинается. У нас должно быть чёткое решение, что мы хотим изменить свою жизнь. Вот почему я всегда говорю, что, к сожалению, лучше всего работают какие-то ситуации от безвыходные, безвыходные. Когда начинается безвыходное, это когда? Это когда что-то с болезнью, когда что-то, когда человек не в состоянии сам себя загнать, вот мы начинаем действовать в безвыходных. Вторые люди просыпаются, и моя задача будить, и когда я обужу этих людей, я обужу и себя в том числе, я честно вам скажу. Просыпаются, когда появляется намеренное желание изменить свою жизнь. Когда ты понимаешь, что ты больше так не хочешь. Я изобрела для этого сейчас рерайтер жизни. Что такое рерайтер жизни? Когда люди пишут книгу, а у нас задача, мы пишем книгу идеальной своей жизни, то есть по всем пунктам прописываемся. Когда в руке появляется книга, то появляется такая, знаете, рассказик о тебе, такой идеальный рассказик с твоей идеальной жизнью, отношениями, домом. Когда это появляется, у тебя есть возможность это сравнить со своей реальной жизнью. Потому что до того, когда это, знаете, вот как, такой пример вам будет понятный. Помните, есть шоу, которое страшно любят, когда меняют внешность женщины. Помните? Когда вот она была такая стрёмненькая, её покрасили, там в зал, там ей грудь сделали, там ещё что-то натянули. И показывают, было и стало. И ты смотришь и понимаешь, что просто она, блин, полжизни своих грохнула. Ну, потому что она красивая, она об этом не знала, её можно было давным-давно причухать. А теперь представьте себе, если бы было так, что ей показали, какая она красивая, а потом бы её обратно разобрали и снова вернули в это состояние. Я вам скажу так, что где-то процентов 50, это при хорошем раскладе, я говорю, замотивировались бы и вернулись бы к этому состоянию, они бы узнали, что они такими могут быть. Даже не 50%, а 30% от силы. Остальные 70% обломались бы. Обломались бы. Понимая, что их жизнь могла бы быть в корне другой, они красавицы, они всю жизнь думали, что они страшненькие, они бы обломались. Так вот, ревайтер жизни – это вот такая же история, когда мы смотрим на свою жизнь, какой она на самом деле может быть, какой мы мечтали, а потом сравниваем её с тем обратным. И моя задача, как раз создавая вот эту историю свою, это зародить в человеке решение, решение изменить свою жизнь, понять, что она реально может быть вот такой. Видеть это в медитациях, визуализировать это, понимать. Но есть вторая штука, что написать это, конечно, мало, мало, потому что помимо твоего решения, что я хочу изменить жизнь, должно идти какое-то действие, ты должен что-то для этого начать делать. И опять-таки, раньше мы всё время сталкивались с таким вопросом, и я тоже, а что делать? А что делать? Так, воронка продаж, так, что, кого нанять, сотрудника, дорогого, дешёвого, блин, где взять на него деньги? А сейчас я понимаю, что нет, нет, начинать надо с вот этого, потому что мы всегда, мы уже с вами знаем эту фразу, что Вселенная всегда даёт нам лучшие решения, но Вселенная должна знать, что нам нужно это решение. А для этого мы должны подключиться. Мы должны подключиться. Вас же никого не удивляет, как работают телефоны? Вас же никого не удивляет? Вам же не кажется сумасшествием, что сейчас вы находитесь в других городах и странах, и мы с вами разговариваем, и вы сидите и смотрите в коробочку? Вас же это больше не удивляет? Почему тогда вы считаете, что связь с Вселенной — это сумасшествие? Потому что типа это нет, что мы реально родились от яблока, и что вообще зарождение жизни человека от того, когда в женскую писью попадает сперма, это вообще не фантастика. Никогда об этом не думали? Потому что это просто пипец. Когда просто в яйцеклетку, вы да, вы знаете, делится яйцеклетка, туда попадается сперма, а оттуда человек. А вы попробуйте сперму слепить человека. Ну попробуйте что-нибудь с ней сделать. Вам не кажется, что это фантастика? Поэтому фантастики-то никакой нету, это реальность. Это реальность. И соответственно, благодаря упражнениям можно добиться невероятных результатов. Но почему же тогда не добиваются? Они добиваются, потому что нет дисциплины. Не добиваются, потому что человек хочет как, например, обладатели красивых тел. Вы задаете им вопрос, как много времени они уделяют своему красивому телу, чтобы тело было таким. Сколько времени они этим занимаются, какой у них контроль. И вы поймете, что их жизнь так или иначе уже этому подчинена. Это не значит, что они больше ничего другого не делают, но это значит, что их мозг работает в этом направлении. Вы не увидите их там питающихся как-то по-левому регулярно. Нет. У них все очень четко уже вбито в режим. То же самое касается и практики, которая настраивает наши мозги на получение того, что нам нужно. Это регулярность. Это ежедневность. Это длительный срок. Это понимание того, как, знаете, в хорошем внешнем виде нельзя похудеть один раз на всю жизнь. Нельзя этого сделать. Мы должны перейти в некий формат. Но вопрос того, насколько вас зажигает то, что вы получите, то, что будет стоять на весах. И вот этот момент того, почему вот эта девочка, например, перешла, а какая-то нет, это вопрос сильного, дикого желания, дикого желания и постоянной регулярности. Я вообще не устаю идти к своим целям. Никогда, никогда, больше, чем на ночь, которую я сплю, и иногда бывает, когда я ложусь спать, очень редко, когда я думаю, ё-моё, я вообще устала, страшно, я не знаю, что я хочу в этой жизни. Но это длится ровно, пока я сплю. И то, обычно я просыпаюсь в 6 утра, уже другое. Это регулярность, которая заставляет, не заставляет, которая в результате которой ты получаешь результаты. И если вы на неё не настроены, вы не можете ничего получить. Вы варитесь, как вот этот вот овощ, и вы точно так же бездарно прожигаете жизнь. Теперь следующая хорошая мысль, о которой я хочу сказать, которую я себе всё время регулярно говорю. Время всё равно пройдёт. Вот это парадокс. Время всё равно пройдёт. Вот будете вы это делать или нет, не случится так, что у вас это время не прошло, а у нас прошло. Вот месяц, два, три пройдёт. И вопрос, что вы будете делать или не будете делать. Результаты будут разные. Я всегда говорю об этом на всех своих тренингах, и всегда помню об этом, знаете, когда в тренировочный зал приходишь с подружкой одинаковой формы. Подружка херачит, а ты нет. Два месяца проходит, они точно так же прошли. Только подружка уже красивая, а ты по-прежнему нет, может, стало ещё хуже. А время-то всё равно прошло. Ты мог просто это время использовать или не использовать, точно так же, как вы своими днями занимаетесь. Например, находить полчаса в день на практике – это фигня. Но мы же не можем это делать. Мы не можем это делать. Мы не можем найти 3-30 минут – это очень много, естественно. У вас же куча важных дел. Серьёзно, правда? И это, друзья, ключевое, что вы должны знать. Получать желаемое просто. Вопрос, готовы ли вы? Вопрос, готовы ли вы к этому? Я сейчас очень много всего прокачиваю, обучаюсь, потому что у меня сейчас как бы главная цель – сделать мой рерайтер жизни очень крупным проектом и помочь большому количеству людей. И я, соответственно, у нас скоро первый выпуск будет. Я, соответственно, озадачилась следующей историей. А что ребятам делать после того, когда они это написали, научились медитировать, что делать дальше? И я уже сформировала дальнейшее продолжение в контексте клуба. Что самое интересное – это не супердорого, потому что это массовый проект, поэтому у меня тут не стоит задача продавать его дорого. Стоит задача массовым делать. Учить их упражнения, практиковать эти упражнения, находиться в среде, где все люди этим занимаются. Потому что именно недостаточность среды, помните, что мысли, которые… Как бы одни мысли притягивают другие мысли. И, соответственно, если мы с вами находимся в окружении людей, которые мыслят не так, как мы, то чаще всего мы сдаемся. То есть мы либо уходим из этого окружения, либо мы сдаемся и начинаем жить по их законам. Это, знаете, очень сложно, когда в семье 10 человек жрут пончики, а ты один ппшник. Ну, как бы ты либо очень сильный человек, либо нет. Но так или иначе круто, когда у тебя есть сообщество твоих ппшников. Поэтому я сейчас решила, еще рерайтовцы это не знают, но я сейчас решила, что в нашем клубе мы будем заниматься именно практиками. Для того, чтобы написаны все вещи, которые люди пишут про свою жизнь, для того, чтобы мы могли в реалии это получить. И хорошая новость, которую я сегодня вам говорю, это то, что вы можете осуществить абсолютно любую свою мечту и цель. Вообще любую. Если научитесь управлять своим мозгом и не обломаетесь этого делать. Вот это, конечно, для меня был такой инсайт, который чуть не взорвал мою челюсть и мой мозг, и мой скальп, и все остальное. И это невероятно. Вы просто сейчас не понимаете. Я сидела и говорила своему мужу, почему наших детей этому не учат в школе. Почему? Почему наше общество сейчас, вместо того, чтобы показывать это по телевизору, есть миллион людей, но не миллион, но десятки, сотни людей, которые могут это подтвердить и рассказать. А знаете почему? А потому что такие люди не нужны государству. Такие люди не нужны государству, потому что такими людьми нельзя управлять, таким людям нельзя засунуть в голову глупость, потому что твой мозг уже такое не жрет. Он уже говорит, ну подожди, ну подожди, ну это же чипсы. Хочешь, да, давай съедим, но это же чипсы, ты же понимаешь, это чипсы. Ты говоришь, да, да, я понимаю, я просто хочу их сожрать, но ты уже не ешь чипсы с пониманием того, что на пакете написано, что это healthy food. Ты уже не дебил. А государственному устройству не нужны умные люди, поэтому нам никогда по телевизору не будут это показывать. И как говорит мой Серёжа, люди не хотят этого слушать, людям нравятся чипсы. Да, большинству нравится, большинству нравится жить вот так, с пониманием того, что от него ничего не зависит, что максимум, что он может сделать в жизни, это верный выбор президента. Только мы что-то ни разу у нас не получилось выбрать верного. Нет, никто не замечал. Мы всегда идём на выборы с верным выбором, но у нас никогда его нету, верного выбора. Потому что именно когда вы принимаете ответственность за свою жизнь самостоятельно, когда вы понимаете, что очень здорово всё в мире, но я хочу принять за себя ответственность, я хочу жить хорошо, я хочу решить этот вопрос. И поверьте, когда вам станет хорошо, вы сможете сделать хорошо другим. Это же тоже круто. Вы сможете помогать конкретным людям, вы сможете через разные вещи, через то, что вы будете нести что-то в мир, какие-то знания, через финансовые вещи, через любые. Но пока вам хорошо не станет, я не устану повторять, пока вы на себя маску не наденете, бесполезно надевать её на других. Вот в чём весь интерес этого. И это, с одной стороны, очень простые вещи, которые я вам говорю, с другой стороны, сколько я это всё перевариваю в голове, сколько я это слушаю, читаю, прохожу, изучаю. Я понимаю, что это всё настолько глубоко, каждый раз возникают совершенно новые инсайты. И я понимаю, что это то реально, в чём мы должны развиваться, в том, в чём и есть смысл этого развития. Глупо предполагать, что всё, что мы можем делать в жизни, это как, помните, эта женщина печёт хлеб своими руками. И вот зачем ставят лучший продавец, чтобы человек чувствовал свою важность в жизни. Да, это как бы, конечно, хорошо, здорово. Такие люди нужны, да, нужны, но мы же сами осознанные товарищи. Мы же понимаем, что наши возможности безграничны, и что общество у нас совершенно неосознанное. Не учит ни желать, ни мечтать, ни хотеть, ничего не учит. Невыгодно, невыгодно. Выгодно минималка, зарплатная пенсия 1600 гривен. Мама сегодня сказала пенсия в нашей стране. Вот что выгодно. Поэтому, если вы взрослые и трезвые люди, осознанные люди, пытаетесь ими быть, не спасайте мир, начните со спасения себя. Начните с понимания того, что вы способны влиять на свою жизнь, и что для этого нужно изначально подключить мозг. Пока вы не решите это, бесполезно настраивать ваш инстаграм, бесполезно включать какие-то модели продаж. Бесполезно. Потому что вы, как из маленького краника, по капельке получаете, когда вы подключаете свой мозг, силы вселенной, к вам начинают идти со всех сторон. Когда происходят такие ситуации, когда ты не понимаешь, как это произошло, как это было вообще возможно, как тебя заметили, увидели, случилось. Почему? А вы обратите внимание, что все наши звезды, вот почитайте их биографии, посмотрите на них, в основном поп-звезды, там великие артисты, это люди, которые страшно этого хотели. Страшно этого хотели. Вы посмотрите на эту Олю Бузову. Там же вообще история феноменальная. Там девочка просто уписывалась, она не то, что излучала, она просто вся горела, она лезла везде. Я лично знаю, например, Аню Седокову, мы там росли вместе. Аня была в такой жопе, просто глубочайшей, глубочайшей жопе, жила, у нее квартира была, мы приходили, там вечный, блин, пауки и грязь. Ну реально, она клялась, что она вылезет из этой жизни. Она лезла везде, ее даже, знаете, мне кажется, ненавидели все девочки, потому что она, как вот говорят, без мыла в жопу, да, ну что-то такое. Ну везде лезла, но и результат-то есть, но и результат-то есть. Он нравится, он вам или не нравится, это следующий вопрос. Но я не знаю ни одного человека, который бы привлек успех, успех без помощи своей энергии. Вопрос в том, что я это делала, например, неосознанно, не понимая до конца, что я делаю, и так делало большинство. А теперь представьте себе, что вы понимаете, что этим можно управлять, что это сила разума, которой можно управлять, так же, как машины, так же, как телом, это можно управлять. У нас же как всё сведено? Смотрите, если человек, например, духовный, да, у нас же есть такое понимание, духовные люди, кто эти люди? Ну эти какие-то люди, которым что-то там внутри у них начинают йогать. Их назвали духовными. У нас духовность, вся связана обязательно. Если ты называешь себя духовным, то тебе сразу говорят, что тебе не нужны деньги. Зачем тебе деньги? Сиди, питайся воздухом. Ты духовный. Духовные, это у нас какие-то монахи, мы как-то так себе это представляем. Духовные. У нас даже есть следующее определение, что если ты не хочешь подчиняться государственному устрою, а веришь в Божью силу, то тебе в церковь. Подчиняйся церкви. Только тоже подчиняйся. Тоже делай, соблюдай. Всё, тебе куча правил, что тебе надо соблюдать. У нас же даже нету свободы в этом. Никакой. Посмотрите, что в последнее время происходит. Они там дерутся, что-то делят. Там попы, бабы, там закрывают церковь, открывают. При чём здесь это? У нас нету ничего, что обучало бы нас и давало бы нам, ну, как вам сказать, ну, давало бы нам понимание, что наш разум – это то, что мы можем прокачивать, и что духовность, она заключается и в том, когда ты это понимаешь, что ты можешь управлять своим разумом, ты хочешь этим заниматься. Представьте себе, что вы говорите своим бизнес-партнёрам, извини, у меня сейчас ментальная тренировка. Прости, я не могу с тобой говорить по телефону, у меня ментальная тренировка. Он что скажет, ты дебил, ты шизофреник. Какая? Какая тренировка? Ну ладно, может партнёр ещё не скажет, но кто-то пониже обязательно скажет. Это нормальная история, вещь. А, если ты такой бедный, а тебе скажут, а дай денег мне, ты не дашь, тебе скажут, какой ты духовный человек, какие? А ты ещё ментальные тренировки делаешь, денег мне не даёшь. У нас всё сильно, сильно перекручено, очень сильно перекручено. Это просто как бы, знаете, такая странная модель. Поэтому выход всегда есть. Выход один простой. Начать с себя. Вопрос в том, что, как я вам уже говорила, у нас есть главная проблематика, мы очень сильно воодушевляемся, очень быстро забываем. Мы забываем, знаете, почему? Потому что ваш мозг, он не хочет этого. Ваш мозг не хочет, чтобы вы его тренировали. Он как ваша собака. Он вас любит, облизывает, всё замечательно, но ему не нравится, что теперь он будет дрессированным, выходить к ноге и не прыгать на диван. и он не может теперь залезть на ваш стол, не сможет, и съесть вашу еду, потому что вы его будете тренировать. И ваш мозг находит 150 тысяч отмазок. Поэтому для того, чтобы вы могли в этом, если вам это близко, для того, чтобы вы могли двигаться, вам необходимы структуры, вам необходимы группы людей, объединённые одним интересом, двигающиеся к общей цели, так же, как и в спорте. Я сегодня утром решила, что всё, я на прошлой неделе у меня была одна тренировка, я всё время не находила время. Я решила, что значит спать я буду не до 9-15, а теперь я буду вставать в 8, потому что на карантине, естественно, мой график сбился. Я сегодня встала, включила, зашла на YouTube, нашла себе тренировку с Настей Каменских, 45 минут, отхерачивала с ней по полной. По полной. Я была мокрая вся, так как я себя не тренировала. Потом ещё села и 30 минут отфигачила себя по растяжке, потому что это я уже могу делать, потому что нам нужна компания, потому что нам нужно всё время с кем-то где-то пребывать. И это реальная правда. Поэтому, естественно, что всё, что я сейчас изучаю, говорю и веду, понятно, что можно в это верить или не верить. Есть множество разных историй, и каждый выбирает для себя сам, с кем дружить, с кем верить, в какие отношения вступать. Я, безусловно, у меня есть своя история, и я нахожу подтверждение для неё, то ли мой разум помогает, то ли ещё что-то происходит. Поэтому я сейчас в очередной раз бужу тех, кто будится, и приглашаю на рерайтер жизни, на новый поток, который у нас стартует 1 мая. Потому что начинать всё равно нужно с решения. Как мы это делаем? У нас есть медитации. Медитации позволяют нам немножко залезть в своё подсознание, и в зависимости от того, что мы пишем, а мы пишем 15 глав абсолютно разных жизней, заставляют нас немножечко понять, вообще вспомнить, чего мы хотим, вспомнить о своих мечтах, вспомнить о каких-то… расслабить себя, выключить себя от вот этой естественной среды, в которой мы находимся, где мы вечно всё должны, нам некогда остановиться, у нас всё быстро, нам тут деньги собаки-коты, нам некогда о себе думать. Медитация вас замедляет. После медитации пишется глава. Вот сейчас мы пришли к такой истории. У кого-то пишется быстро, у кого-то пишется не очень, где-то кто-то обсуждает, где-то ещё что-то. Мы начинаем настраивать свой мозг вообще вот из всего вот этого дурдома на то, что мы хотим. Мы начинаем задаваться вопросами, и в течение 30 дней мы над этим работаем, мы учимся визуализировать, мы приучаем свой мозг к концентрации внимания какого-то, и не просто какого-то, а на свои новые цели. Мы заглядываем в себя, мы себя расковыриваем, мы ищем ответы на вопросы, мы где-то начинаем честно себе отвечать и видеть, что та жизнь, которая у нас есть, не совсем соответствует. Иногда это касается и партнёров, иногда это касается очень разных вещей. Мы должны для того, чтобы решать задачи, мы должны честно взглянуть на ситуацию. Ну вот как к доктору прийти, да, и не говорить, что нет, да у меня там всё нормально, всё, ничего нет. Мы должны сказать, вот это болит, это плохо, это всё я хочу менять. Иначе ничего изменить нельзя. А вот следующим же этапом, но только следующим, после того, когда мы вот это всё написали, создали и посмотрели, и научились в принципе каким-то вещам, я уже предлагаю заниматься постоянной практикой, для того, чтобы то, что было написано, мы могли воплотить в нашу жизнь. И не только то, что было написано, а чтобы мы вообще научились воплощать свои желания в жизнь, чтобы мы научились защищаться от всего мусорного и грязного, чтобы мы научились разделять, где есть наша жизнь, где есть то, во что мы хотим вкладываться, и где есть постоянный шум, который шумит и заставляет нас делать то, что хотят другие. Я, например, никогда не хотела быть стадом, которым руководят. Я достаточно как бы разумный, здравый человек, чтобы самостоятельно обозначить себе те задачи и тот путь, куда я хочу двигаться. Я хочу достигать, я хочу расти, я хочу менять, я хочу внутренне чувствовать эти изменения, я хочу, я много чего хочу, но я точно не хочу, чтобы какие-то дядьки говорили мне, что делать. Вот точно нет. Поэтому после того, когда у нас заканчивается рерайтер жизни, у вас есть такая возможность, как бы хотите или нет, это следующий вопрос, есть такая возможность перейти и стать уже членом клуба, где будут много других рерайтерцев, где мы будем практиковать такие вещи. Я буду давать разные упражнения с разных практик, это не я придумала, я беру с разных практик, я еще раз говорю, я сама сейчас много обучаюсь, смотрю, что работает, что не работает, для того, чтобы мы могли научиться овладеть теми инструментами, которые, и как по мне, нас должны были научить в школе. И, конечно же, привить в этом дисциплину, потому что самостоятельная история, ну это как с фитнес-клубом, всем понятный пример. Вроде бы знаем, мы даже на ютубчике есть, но сказать, что вы можете себя так же заставить и так же, у нас же мозг что начинает говорить, не сегодня, сегодня пропустим, сегодня у нас много дел, очень важно, завтра я себя неважно чувствую, потом он говорит, ты вообще в это веришь? Ну тебе не кажется, что нас разводят? Ты вообще в это веришь? Это ты зачем? Потом пойдем посмотрим телек, потом пойдем пожрем, у нас есть время на все, кроме самого важного, поэтому самое важное, мы должны сделать частью своей жизни, мы должны научиться управлять своим мозгом. И я понимаю и повторюсь, что это самое важное, что мы должны уметь, и мало того, мы должны это уметь для того, чтобы научить этому своих детей. Я сейчас своих детей практикую в этом. Начала практиковать активно, потому что я понимаю, что если я сейчас этого не сделаю, не заложу, то бесполезно будет в дальнейшем мне считать себя хорошей мамой. Если я это знаю, если я этому учусь, то я обязана сейчас научить этому своих детей. Друзья, я сейчас не могу вам ответить на вопрос по стоимости, потому что там все время менялась цена, ну как бы она куда-то там поднимается. Если я не ошибаюсь, то сейчас базовая версия стоит 2000 гривен, если я не ошибаюсь, за 30 дней. У меня есть ссылка в профиле, в инстаграм, у меня есть ссылки в сториз. Вы можете зайти, перейти и все там посмотреть, вот, на это действие. Так, теперь давайте посмотрю сейчас несколько ваших вопросов, потому что сейчас эфир будет заканчиваться. Тони Роббинс, инфо-цыган, они бизнесмены, ну понятно, да, то есть знаете, и все богатые люди воры. Так, ваше мнение, совет, как правильно понять, что именно это желание собственное, а не навязанное, чтобы правильно визуализировать и притянуть. Но если у вас уже, как бы, есть такой вопрос, то скорее всего, это навязанное желание. Собственное желание, ну, как его понять? Тут, опять-таки, есть моменты медитации, моменты расслабления, моменты, притянуть его, ну, тут вот знаете, тут тоже такой очень двойственный момент, притянуть его. А умеете ли вы его притягивать? Умеете ли вы? Если вы не умеете притягивать, то вы и не притянете. Вы можете притянуть какие-то ошметки, как пылесосом. Вот мы должны понимать, что для того, чтобы мы могли реально точно знать, что я это притяну, так это у вас, знаете, такая рулетка. Получится или не получится? Вот у нас дело случая, да, то, что называется. Мы говорим не о деле случая, мы говорим о том, чтобы научиться притягивать все, что нам нужно. И это реально. Вот в чем феноменальность истории, что это реально. Я теперь точно знаю, что наш Зеленский прекрасно изучает силы разума и прекрасно ими владеет. Иначе никогда бы клоун, комик и так далее не мог бы стать президентом. Вы просто вдумайтесь в это. Вдумайтесь своим мозгом. Как это вообще возможно? Так, траля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потому что мне вопросы не задавали. Дайте базовую стартовую практику, которая будет полезна для начала нового. Нельзя дать базовую стартовую практику, пока вы в тему немножко не войдете. Это вот, знаете, такие как бы, ну, как вам сказать, нужно немножко прокачаться и провариться. Это все-таки не такие вещи, которые вот очень легко приходят. Вот вы сейчас послушали и думаете, сейчас я буду что-то делать. Во-первых, одна практика не особо работает. Ну, есть простая, да, практика, например. Которую там, окей, вы можете использовать. Это банальная практика аффирмации. Когда вы создаете для себя аффирмацию, которую вы постоянно повторяете пять минут в день, при этом контролируя свой мозг, чтобы он не уходил на другие мысли. Вы ставите таймер, и вы пять минут проговариваете эту фразу. Пять минут. И контролируете, как только вы чувствуете, что вы уже не на этой фразе, вы уехали в ваш мозг, вы возвращаете. Вот вам простая практика. Так. Эфир уже больше часа длится? Не-не, он больше часа не может длиться. Какие ментальные практики посоветуйте? Ну, я вот еще раз говорю. Вот одну практику вам дала, в остальном вы можете смотреть. Есть множество курсов, там, наверное, тренеров. Наверное, я так думаю, всего этого. Поэтому вот можете смотреть, что там предлагают. Я даю на курсах непосредственно. Как войти в тему? Приходите на рерайтер жизни. Если вы готовы, приходите на рерайтер жизни. В любом случае, любые практики начинаются после того, когда вы четко понимаете, чего вы хотите добиться. И если вы хотите попрактиковать это просто «я хочу только это», ну, как вам сказать, должна быть целостность. Вот в жизни все логично, все процессы взаимосвязаны, да, есть причина, есть следствие. Рерайтер помогает установить причинно-следственную связь. Вот вы сидите сейчас дома, там, я не знаю, ну, к примеру, сидит человек, не вы, сидит человек в обычной квартире, у него там не хватает ни на что денег, куча долгов. Он говорит, я хочу Пошка-Ен. Ну, понимаете? И ваша голова больше ничего не знает, кем бы вы могли работать, чтобы Пошка-Ен зарабатывать, какие ситуации, какие условия. В рерайтере мы полностью придумываем всю ситуативную историю, целостную. Это параллельная ваша жизнь, но она целостная. Она целостная. А когда у вас что-то выхватывается из контекста, оно поэтому и не работает. Так, есть медитативные трансы, в которых можно выделить и осознать желание, ну, можете заниматься этим. Так, читали другие книги Джона Кеха? Я читала много книг Джона Кеха в том числе. Время эфира продлили? Да, я не знаю такого. Так, смотрю ваше шоу, осталось 20 выпусков. Понятно, здорово. Как выстроить дисциплину? Приучить себя, конкретное время, часы, и дальше вы способны на дисциплину или нет? То есть, я человек своего слова, например, да, и я, соответственно, если я уже об этом сказала, если я это вписала, я этого жестко придерживаюсь. Я каждый день, например, практикую, вот, со своим супругом, и у нас есть жесткое время, жесткий регламент, когда мы уходим, закрываемся, и мы работаем по таймеру над всем, что нужно. Вы даете попрошайкам денег на улицу? Я не хожу по улице, практически, никогда у меня денег не просят, но, наверное, нет. Если человек денег не заработал, я ему их не дам. Зачем? Если не в мае, то позже будет рерайтер? Позже, да, будет рерайтер, будет и позже, конечно. Будет и позже, конечно. Вопрос, зачем вам откладывать на потом? Рерайтер – это, как в ритме Ермилова, и рерайтер – это рерайтер. Это немножко другая история, гораздо более сильная, более с проработками. У нас идет день медитации, следующий день вы пишете, у вас есть практика, у нас более тесное общение, но это другая история. Вот мне кажется, что те, кто был сейчас на рерайтере, мне уже очень много людей сказали, что ничего лучше у меня не было, хотя люди проходили очень много тренингов. Как относитесь к благотворительности? Не знаю. Не могу вам ничего по этому поводу сказать. Не могу ничего сказать. Пока что у меня стоят задачи помочь своей маме, своим детям, своим близким, вот где-то так, вот, минут 58. Нужна ли поддержка от других на внедрение дисциплины? Каждому по-разному, но вообще да, вообще поддержка очень сильно помогает, очень сильно помогает от других людей. То есть, когда есть, когда опять-таки есть тренировка, и все знают, что у нас два часа тренировка, мы идем и тренируемся, или у нас есть медитация, да, вот сегодня в 9 вечера у нас есть медитация, и туда люди приходят. Если у нас этого времени нет, и вы думаете, я когда-нибудь сам это сделаю, то вероятности сильно меньше. Вот и все. Там есть не отдельные желания, то есть там не отдельные желания, там прописываются полностью ваша жизнь. Вы можете зайти на страничку Рерайтер жизни по ссылке в профиле и почитать, и посмотреть видео, и почитать, и почитать отзывы уже какие-то там есть, которые в рамках программы девочки пишут, еще финальные не писали, потому что у нас не закончился поток, разобраться в этом, ну, я вам точно могу сказать, что это очень сильный марафон, и у него очень крутые последствия, и мало того, у него есть продолжение, и если ваша цель научиться достигать всех своих целей и вообще в корне по-другому изменить подход к жизни и научиться управлять мозгом, а не делать так, чтобы он управлял вами, то поверьте, вы могли об этом читать или слышать, но до тех пор, пока вы этого не сделаете, пока вы не подчините себе это, пока вы не начнете делать упражнения регулярно, ежедневно, хотя бы месяцы 4, а лучше год, не мечтайте о сильных сдвигах. Да, может показаться, что это сложно, но год пройдет, и скорее всего, не делая этого, вы будете сидеть на том же диване, в том же месте, получать те же деньги, это при хорошем раскладе, а при плохом может быть хуже, поэтому просто задумайтесь над этим, это приятная работа, это самая классная работа над своей жизнью, над собой, над этим.